Уютные палаты, красивые помещения, горячая вода и обновленные санузлы. Такие условия теперь созданы для маленьких пациентов в инфекционном отделении номер один детского медицинского территориального объединения. Капитальный ремонт инфекционного отделения номер один завершился на прошлой неделе. Он выполнен в рамках масштабной реконструкции детской больницы. На сегодняшний день мы можем похвалиться тем, что наше инфекционное отделение, в нём завершенный ремонт. Мы, правда, только расстанавливаем мебель, обладнание. Но вы уже видите, что тут светло и затишно, и очень хорошо и пациентам, и нашим специалистам. Теперь дети и мамы получают лечение в комфортных условиях. Условия очень здесь сейчас хорошие, очень тепло, душевая, туалетная комната чистенько, красиво, двери плотно прикрываются, свет, в общем, освещение. Конечно, по сравнению с двухлетней давностью, когда мы здесь лежали, изменения очень существенные произошли, очень чисто, хорошо, красиво, спасибо. Благодаря перепланировке помещения теперь разделены потоки пациентов. На сегодня отделение принимает инфекционную патологию всю широкую, в связи с тем, что на первом этаже инфекционное отделение номер два работает в режиме ковидного госпиталя. После проведенного ремонта у нас появилась возможность делать разобщение детей, так как палаты сейчас имеют свои санузлы. Горячая вода присутствует круглосуточно. Для нас это очень важно. Медперсонал доволен ремонтом. Для врачей и медсестер оборудуют комнаты отдыха и приема пищи. Тут будет организован пост. Есть комната для починка, для спиробитников, есть для душ, комната гигиены, есть также для спиробитников и правильной машины. В больнице завершен ремонт в отделении анестезиологии, отделении патологии новорожденных, реанимации и лороделении. Педиатрия и инфекционное отделение номер два еще ремонтируются. Ведутся работы по обустройству центрального входа, который оборудуют навесом для скорых. Также в здании стационара ДТМО установят панорамный лифт. Ожидаем где-то к 20 числам уже приход этого лифта. Лифт будет на три подъема, грузоподъемностью 630 килограмм. То есть это будет закаленное стекло, он не будет закрытая шахта. Ремонт ДТМО продолжается. Подрядчики планируют его закончить как можно быстрее. Продолжение следует...